Ребятушки, привет, мои хорошие, привет, мои родные. Ну что, выздоравливающие от онкологии приветствуют вас. Ну что, мои хорошие, сегодня набралась немножечко сил, выпила обезболивающее, которое новое мне прислал, прислал, говорю, господи, выписал мой врач, и немножечко отступили боли, и я решила снять это видео, потому что помимо того, что я бы, конечно, сегодня бы еще денечек немножко пыталась окрепнуть, но я сегодня вот получила посылочку от своей зрительницы, от Танюшки, сказаний. Ну вот она и так очень сильно нервничала, переживала по поводу того, что потеряли где-то или куда делась эта посылка, и девочка еще и ко всему заболела коронавирусом бедной, и так себя изводила. И я решила, что я не имею права затягивать, и должна ей сказать о том, что, Танюшенька, спасибо тебе огромное, я получила твою посылочку, мы сейчас откроем, посмотрим. Я знаю, что там точно едет вкусняшки, а это чак-чак, я за свою жизнь еще никогда в жизни его не пробовала. Так что, несмотря на то, что третий день я уже ничего не ем, вообще ничего не могу есть, то, может быть, что-то произойдет, какой-то щелчок в моей голове. Да, ребят, вообще пища, ну, вообще постоянная тошнота, рвота, 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 этот царукал, выпиваешь пять минут, и, ну, то есть не дает эта рвота дурацкая, не дает даже усвоиться лекарству, сразу выходит назад. Вот, в этот раз химия для меня шестая, наверное, оказалась самая тяжелая из всех, что было, хотя я, казалось, да, вот, думала, вот, первая, потом третья, они, в принципе, все сложные по себе, но шестая, наверное, самая сладкая. Было очень много побочек, очень много новых каких-то фишек, таких, которых я не испытывала ранее. Ну, это, естественно, мои отеки, как всегда, вы видите, да, что лицо все повылазило, руки, все это нейропатия такая сильная вообще, просто кошмар какой-то. Спасибо доктору, что он мне выписал эти новые препараты, да, обезболивающие, которые я принимала, конечно, боялась их принимать, как и что, как отреагирует мой организм, это при том, что я там посмотрела, там такие были баснословные побочки, все это, а эта химия мне очень сильно дала отпечаток на желудочно-кишечном тракте. Ничего, ну, такой вот дискомфорт в желудке, это при том, что я практически, ну, не практически, ничего не могу, не есть ничего, хотя бы, чтобы хоть что-то, таким вот образом я пытаюсь хоть по чуть-чуть пить этот томатный сок и ромашку, это еще более или менее, что мелкими глоточками, вот у меня что-то там пытается усвоиться. Барни, ну, вот как только начну снимать, и все, ляжет, и храпит, и все. Вот такие вот, ребята, в общем, у меня дела. Да, в этот раз, конечно, много веселого дало, в этот раз я ощутила на побочке, что такое запор, и такой конкретный, что вообще, я думала, что я рожала детей, да, я поняла, что, наверное, мне их просто подбросили где-то под двери, так что никаких родов не было, то, что мне пришлось пережить этот раз, вот, при том, что после этого заимела себе такой геморрой с размером, ну, хороший детский кулачок, такой, наверное, точно. Это был, конечно, кошмар, это было потом лечение, массаж и тому подобное, а потом, только после этого, началось расстройство, в общем, ребят, химия меня, шестая, веселит по полной программе, как только можно и нельзя. Вот, сейчас таблеточки, вот, пока, пока таблетка держит, пока нормально, хочется и поговорить, хочется немножко привстать, потому что все эти дни я вообще не вставала с кровати, только туалет и кровать, туалет и кровать, вот. И все, вы же видите, я не снимала вам ничего такого, выставила только те старые видео, которые, вот, которые я обещала до выставлять, это уже четвертую часть, решила, что перенесу. вот так вот, ребятушки. Ну что, давайте откроем посылочку, посмотрим, что Танюша прислала нам за вкусняшки, может, мне что-то захочется, хоть капельку, хоть чего-то, хотя, хотя, не знаю, но очень бы этого хотелось, все-таки человек старался, хотел порадовать, так что всеми сейчас силами нужно собраться и порадовать ее взамен. давайте открывать. Так. Вот видите, почта России, Татарстан. Давайте я сейчас открою, чтобы вам не шуметь и потом уже будем смотреть, что там. Так, ребятушки, ну что, давайте будем смотреть нашу посылочку. Так, чтобы, оп, такие вот опатусички. Танюшка сказала, что это мне и Юле. Вот такие собачушки. Спасибо, Танечка, спасибо, моя хорошая. Так, так, носочки, и смотрите, из собачьей шерсти. А собака, слушайте, посмотрите, собака, как наш барни. Барни, наверное, ты пойдешь на носки, блин. Ой, какие теплые, супер. Спасибо, Танюшенька. А, это написано Макс, наверное, да, Танюш? Правильно? Это, наверное, Максу. Да, судя по размеру, это Максу. Вот такие еще носочки. Хау. С гамбургером буду, короче, в Макдональдс ходить. И зефир. Ой, уже, наверное, весь мир знает о том, что мы любим зефир, что зефир это самое дорогое, для меня самый вкусный десерт это зефир. Ой. Так. Это чай. Танюшенька, спасибо, зайчик. Спасибо, моя хорошая. Вау, изюм. Вот это да. Спасибо, Танюшенька. Спасибо большое. Супер. Так. Вот такое вот, вот такие вот конфеты. Что-то их... Ага. Они, наверное... Ладно. Они там, наверное, просто это... Ну, перевернулись. Вот такие вот конфетки с темного и молочного шоколада. Так. Вот это что-то такое, я не знаю. я не знаю. Что это такое? Ой, что-то поломалось. Что-то поломалось. Что-то такое, как опилки. Это как халва, да? Ммм. Так. Уникальный национальный десерт, ручная работа, изготовлен по старо-татарскому рецепту. Ммм. Какая прелесть. Вкусняшечка. Слушай, я аж захотелась. Вау! И то, что я ждала. Вот такие две пачечки чак-чака. Танюшенька, спасибо, моя девочка, спасибо, моя хорошая. Также тут есть шпроты в масле. И вот такие вот еще конфетки с цельным орехом. Миндаль и кокос. вот такая вот у нас посылочка от Танюшеньки. Танюшенька, солнышко, я хочу тебе сказать огромное тебе спасибо. Спасибо, что ты побеспокоилась, что ты, как говорится, вложила сюда свои, свое тепло, свою любовь, свою заботу, свои, конечно, и денежные затраты. Мне очень-очень приятно, я это очень ценю. Я хочу тебе пожелать самого крепкого здоровья. Пусть Господь оберегает тебя и всю твою семью. Пусть дает мамочке твоей здоровье и всего. Спасибо, спасибо большое. Мне очень приятно. Я не знаю, я очень тронута. Мне очень приятно. Спасибо вам всем. Спасибо, Танюшка. Как бы мне не было плохо, я все равно кусочек возьму. Попробую, что такое чак-чак. С медиком. немножечко, когда отпустят, я обязательно с кофейком немножечко приговорю. Ой, а носки вообще, слушайте. Ну, точно барни. Короче, Танюха, я тебе буду отправлять это барника на носки. Все, ребятушки, вам всем тоже всем огромное спасибо. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы смотрите, пишете, комментируете. В общем, за все, за все вам огромное спасибо. И самое главное, спасибо вам за ваши молитвы и за вашу веру в мое выздоровление. Это самое дорогое и это то, что действительно дает крылья мне идти дальше через слезы, через боль, через страдания. Вчера Ирочка моя тоже попала под горячую руку, да, потому что я вчера немножко у меня там накрывала вот и я, конечно, кричала о том, что это все, это последний раз и все, даже ничего мне не говорите. На этом лечение мое закончилось и тому подобное. Ну и сегодня буду стараться брать свои слова обратно и пробовать бороться и жить дальше. Вот. А теперь еще, когда подняли настроение, слава Богу, о том, что нашлась моя долгожданная посылочка. Мне очень приятно, очень приятно. Танюшечка, я тебя целую, я тебя обнимаю, солнышко, и вас всех-всех-всех-всех-всех-всех так вот крепенько обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok